Почти 500 километров – это не так уж и много, когда рядом шагают единомышленники. После трёхлетнего перерыва в нашей области возобновился крестный ход, который начался 28 июня в Саратове. Заключительной точкой по традиции станет Вавилов-Дол в Ивантеевском районе. В этом году маршрут немного изменили. Например, первая остановка была в Дубках, чтобы участники, присоединившиеся к крестному ходу на один день, смогли вернуться в Саратов на общественном транспорте. Некоторые пришли на один-два дня, попробовать, посмотреть, что это такое, и уходить, собственно, уже не собираются. То есть втянулись моментально. Несмотря на погодные условия, мы уже и с дождём сильным повстречались, и палатки промокли, и по грязи мы уже шли немножечко. Наталья Викторовна говорит, что идти лучше в пасмурную или дождливую погоду. Так дорога переносится легче. В день крестоходцы проходят от 18 до 28 километров. В конце дня – остановка в каком-либо храме. Здесь участники ужинуют и разбивают лагерь для ночёвки. Для них в этот момент главная радость – снять обувь и дать отдохнуть натруженным ногам. Всегда возникают такие моменты, когда тяжело, они даже, может быть, связаны не совсем с физической немощью или с усталостью, а когда это морально уже закратывается такая мысль, до чего это всё, тут столько дел, наверное, всё, наверное, надо прекратить, уехать, заняться уже делами. И ты тут понимаешь, что это тоже определённое искушение, которое возникает. Нужно, если сейчас цель – крестный ход, значит, надо оставить всё и идти за Христом, как делали это апостолы, делали наши предки. Какую-то часть своего времени они посвящали Богу. Сопровождает идущих иерей Александр Степовик, духовник крестного хода. Во время пути он и советом поддержит, и наставления даст. Помогает он и во время остановок. Каждый день бывает служба, каждый день у нас бывает и спаси причастия. Поэтому местный батюшка, которому мы, например, пойдём в деревню где-то, он с нашей большой-пребольшой толпой вряд ли справится с верующим. Поэтому я являюсь помощником для местных батюшек для того, чтобы исповедовать всех, подготовиться к своему причастию. Участники крестного хода говорят, что в моменты остановок они больше внимания уделяют окружающим. А вот во время пути они чаще всего находятся наедине с собой, молятся и думают о чём-то своём. И каждый период этого большого путешествия по-своему важен. Человек здесь проводит и общую жизнь крестного хода, крестоходская, потому что это большая семья, это отношения, это очень всегда, ну, где есть люди, это всегда нужно и потерпеть, и смириться, и всё. То есть ты живёшь и общественную жизнь, потому что здесь у многих есть свои послушания, вот, и сугубо личную жизнь проводишь, потому что ты идёшь, творишь Иисусову молитву, Богородицу просишь, и этого никто у тебя не отнимет, твоё личное, да, твоё личное прошение к Богу, твоё личное переживание. Протеерей Владимир Коширин впервые отправился в крестный ход в этом году. Для себя он отметил, что во время остановок крестоходцам удаётся лучше узнать историю родного края. Мы на самом деле узнаём от местных жителей очень много историй о тех или иных населённых пунктах. И тоже, когда построилось, вот, многие жильцы, значит, рассказывали, что им рассказывали, бабушки или дедушки, о тех или иных каких-то событиях в их селениях. Это тоже очень интересно. Вместе со взрослыми идут и совсем юные крестоходцы. Некоторые из них отправились в свой первый крестный ход несколько лет назад, ещё на ручках у мамы, а теперь идут сами, поддерживая традицию. В этом году в путь отправилось небывалое количество детей – около 30. Тех, кто устаёт в пути, до места остановки везут на автобусе. Я считаю, что это самое лучшее, что можно дать ребёнку, православное воспитание – это здесь, в крестном ходу. Здесь они учатся молитве, учатся жить с Богом, учатся общежитию человеческому, потому что если ты не научишься ближнего тяготы носить, то ты ничему не научишься, потому что как ты служишь Богу, ты должен служить и ближнему. Крестоходцы – это большая семья, где не теряется связь друг с другом на протяжении всего года, и она объединяет не только жителей Саратовской области, но и представителей самых разных регионов нашей страны. Участники говорят, что время сейчас тревожное, и крестные ходы очень нужны людям, как объединяющие силы, позволяющие отбросить всё лишнее и сосредоточиться на главном. Путь очень трудный, но в то же время очень лёгкий. Трудный, потому что приходится как бы себя из зоны комфорта вытаскивать, да, то, к чему мы привыкли, и даже дело не в мозолях, и жарко, и грязно. И всё-таки современный человек, он привык вот это вот всё действительно как-то себя окружать комфортом, да. Вот в этом плане, может быть, там какие-то нужно потерпеть трудности, а легко. То есть ты вошёл в крестный ход, и вот как река, грубо говоря, вот он течёт, и ты как маленькая щепочка в этой реке, тебе уже хочешь ты, не хочешь, а вообще хочешь, не хочешь, то всё равно вот оно плывёт, река, и мы сюда вливаемся, как Наталья Викторовна сказала, то есть кто-то на один день, кто-то от начала до конца, кому как Господь даёт. Во время остановки в Балакове участников крестного хода поприветствовал митрополит Игнатий. Он сказал, что не заметил ни одного уставшего лица. Глаза каждого крестоходца горят радостью. Впереди у них ещё неделя пути. Так пусть эта дорога будет лёгкой. Дорогие братья и сёстры, сердечно желаю Божьей помощи в продолжении крестного хода. Пусть смелость Божия по молитвам святых благоверных князей Петра и Февронии, молитвами причистой Божией Матери, заступницы рода христианского и всех святых поможет в этом пути и поможет преодолеть нам наши немощи. И Господь спасёт мир на нашу святую русскую землю и во все страны святой Руси. Храни всех Господь!